Практически ежегодная проблема всех мелких прудов и небольших озёр. Ближе к концу сезона уровень воды становится максимально низким. Жизненное пространство рыб сокращается. И, как говорят в народе, озёра начинают гореть. В этом году не исключение озера Пионерское, где сейчас находится наша съёмочная группа. Сюда мы приехали вместе с местными рыбаками, которые этим утром сделали видеозапись. Вот её кадры. Вот у нас здесь где-то родники есть. Она сюда прижималась. Совсем ничего нет. Рыбаки говорят, сколько погибшего улова сейчас вдоль береговой линии страшно представить. Из-за нехватки кислорода рыба начинает гибнуть. В основном здесь сорожка, краснопёрка. Вот сейчас здесь щурёнок снизу был. Происходит истощение кислорода, потому что озеро затравлённое, травы много. Трава ложится на дно, начинает гнить. И кислород окончается, истощается. Не то, что обидно, да слёз жалко. Есть два способа. Первый – это пробурить дополнительные лунки, тем самым обогатить воду кислородом. Кстати, находясь здесь, мы связались со специалистами рыбоохраны. Они сообщили, что сегодня в 6 часов вечера, то есть ещё до выхода этого материала в эфир, здесь на Пионерском соберутся рыбаки для выпиливания майн. Но это не панацея, говорит обратившийся в нашу редакцию нижнекамец Михаил Темников. Единственный способ спасти озеро – подкачка воды из камы. В 2002 году делали, луночки делали, камыш втыкали в эти луночки, воздух подкачку делали, компрессорами, нескольких компрессорами. Толку нет от этого. А какой выход упадёт? Только подпитку воды делать. К слову, о грядущей проблеме говорили ещё в прошлом месяце. В конце января на общественном приёме один из нижнекамцев предрекал, что через пару недель озеро начнёт гореть, а рыба погибнет. Он объяснял, что нужна подкачка воды, чтобы оторвать лёд от припоя. И вот он, тревожный звонок. Хотя власти города о критическом состоянии, озеро Пионерское знают, проблема взята на карандаш и собираются её решать в ближайшее время, рыбаки говорят, что это дело не терпит отлагательств. Озеро Пионерское ещё можно спасти, но действовать нужно немедленно. Вадим Струминский, Евгений Лызаев. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нём узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте Мобильный репортер 24.